Через месяц в России выберут нового президента. Миллионы избирателей придут на участки, чтобы проголосовать за достойного кандидата. Затем, чтобы процедура прошла без нарушений, будут следить тысячи наблюдателей по всей стране. О правах и обязанностях наблюдателей, а также о том, как им стать, расскажем в нашем сюжете. Контролировать ход выборов может любой совершеннолетний гражданин России. Направлять на избирательный участок своего наблюдателя могут зарегистрированные кандидаты и их представители, а также федеральная и региональная общественная палата. Вместе с ответственным статусом наблюдатель берет на себя ряд обязательств. Наблюдатели у нас вправе знакомиться с избирательной документацией, которая есть на избирательном участке, это списки избирателей, сведения о избирателях, которые включаются в список избирателей по местонахождению или которые подали заявление об исключениях из списка избирателей и с реестром голосования вне помещения. Они вправе находиться, естественно, в помещении для голосования. наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней, присутствовать при голосовании вне помещения. Кроме того, наблюдатель может присутствовать при подсчете голосов, знакомиться с итоговым протоколом. В случае нарушения процедуры имеет право обратиться к председателю УИК или в полицию. Граждане, заметившие нарушение, также могут обратиться к наблюдателям. Узнать их можно по соответствующему бейджу. Одни идут наблюдателям по зобу сердца, для других это просто работа за вознаграждение. Здесь уже кандидаты или партия, которая его выдвинула, они договариваются непосредственно с наблюдателями. Видимо, это все же производится за счет избирательных фондов оплаты и, соответственно, определяют, сколько они будут наблюдателям платить. То есть в этой части они абсолютно самостоятельны. Самые неангажированные – это, пожалуй, наблюдатели от общественной палаты. Они не получают денежных средств и не представляют интересы какого-либо кандидата. В нашем регионе их будет около полутора тысяч. Для всех желающих будут организованы обучающие семинары, где подробно расскажут о принципах работы наблюдателя. Там даются правовые основы, основы законодательства выборного, как нужно вести себя на избирательных участках, с какими проблемами можно столкнуться. Также будут участвовать психологи-конфликтологи, которые будут разбирать какие-то нестандартные ситуации, какие могут возникнуть в процессе нахождения на избирательном участке, каких-то конфликтов, каких-то провокаций и всего остального, когда идут какие-то нарушения, например. Понаблюдать за выборами 18 марта можно и из дома. На участках установят веб-камеры для онлайн-трансляции. На сайте нашвыбор2018.рф в прямом эфире будут все избирательные пункты от Калининграда до Владивостока. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.